В этом здании всего два этажа, которые видно с улицы И целых пять этажей, если смотреть изнутри Здесь хранится больше полумиллиона книг Это программа «Дело по битю» Программа, в которой мы пробуем на себе различные профессии И рассказываем о людях, которые в этой профессии работают И сегодня мы отправляемся в библиотеку имени Маяковского И будем пробовать на себе дело библиотекаря Пойдемте! Рассказывать мне сегодня о работе библиотекаря О том, как же существует библиотека имени Владимира Маяковского в Сарове Екатерина Евгеньевна будет Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна Здравствуй, Кирилл Рад тебя приветствовать Ты к нам сегодня пришел как читатель Или хочешь выбрать себе дело по плечу? Я, пожалуй, все же в большей степени хотел бы попробовать на себе профессию И забраться туда, куда никого не пускают Ну и, признаюсь честно, я страстный поклонник книг Я читаю каждый день Прекрасно Ну что ж, тогда вперед Сегодня ты будешь дублером библиотекаря Поэтому мы тебе торжественно вручаем этот бейджик Чтобы все видели, что ты сегодня в роли библиотекаря И вот здесь, ну, такие своеобразные задания Которые выполняет библиотекарь Ты можешь сейчас, как говорится, своя рука владыка Вытащить любой билетик, да И мы дальше будем разбираться, что же тебе нужно сделать Итак, Екатерина Евгеньевна, мне досталась расстановка фонда Что это? У нас фонд есть в открытом доступе Где читатели могут искать книги сами Или с помощью библиотекаря А есть, скажем так, святая святых Те места, где выступала нога читателя У нас закрытого фонда То, что спрятано от глаз читателей Целых пять этажей Вместе с отделом книгохранения Вот поэтому мы можем Пойти пять Вы видите два этажа Их пять Пять То есть они все? Они все Класс Постараюсь спать Пойдемте посмотрим, что же Как же живет библиотека Один с нами Что это? Где мы находимся? Это закрытый фонд отдела обслуживания То есть те книги, которые стоят и ждут своего часа Своего читателя, который придется сказать Что умоляю, дайте Достоевского Достоевский, фанвизнь, дюма В чем секрет? Как вы понимаете, где какая книжка стоит? Ну, во-первых, у каждой книги Если ты посмотришь Откроешь эту книгу То у нее в левом верхнем углу Есть шифр Вот, например, книга Чехова Собрание сочинений Зашифрована Р-13 Это русская литература Вот И Ч-56 Это что она должна стоять На букву Ч Екатерина Евгеньевна, все-таки Расстановка фонда Это такая, мне кажется, основа Основ жизни и работы библиотекаря Да, Кирилл, ты прав Каждой книге свое место Итак, вот это лишь малая часть тех книг Которые вчера сдали читатели И для того, чтобы библиотекарь Мог найти книгу Книги нужно расставить В соответствии с тем, как они стоят На полку библиотеки То есть в связи с шифром И в соответствии с тематическим подборком Детектив это фантастика Или это о любви Устинова Татьяна Это у нас детективы современные Российские Маяковский Это Видали, как мне попалось? Я библиотеки Маяковского С книжкой Маяковского Так Школьная библиотека Это еще одна Это поэзия, да? Это поэзия Много ли библиотекарь читает? Этот вопрос меня всегда волнует Или по традиции Сапожник без сапог И времени на чтение У вас не остается вообще? И у вас Нет, библиотекарь, конечно же, читает Библиотекарь делают обзоры Новинок литературы Понятно, что все, что поступает в библиотеку Библиотекарь, конечно, один Прочитать не может Но для этого есть коллеги, правильно? Опять же, у каждого есть какие-то предпочтения Кто-то глотает детективы Кто-то фантастику Кто-то зарубежную литературу Людмила Зыкина Отправляется у нас на полку Их судьба озарила вдохновением Да Ну а Берию и всех советских ученых Мы отправляем воспоминания прошлого, друзья Потому что им здесь самое место Отлично Сейчас с вами пройдем по библиотеке Посмотрим, какой же путь проходит книга Прежде чем она доходит до читателей Пойдемте Где мы с вами находимся? Мы пришли в справочный библиографический отдел Это, скажем так, палочка-выручалочка Не только для читателей, но и для библиотекарей Когда ты готовишь выставку Когда ты хочешь выяснить Есть ли в библиотеке по какой-то теме книги, статьи Ну и вообще много чего интересного, нужного и полезного Выдвигаешь подставочку Для того, чтобы удобно Выдвигаешь ящичек Здесь написано, в какой статье В каком журнале или в какой газете Какая статья какого автора есть И вы в этом во всем разбираетесь? Вот библиографы разбираются гораздо лучше Но библиотекарь тоже по роду своей деятельности разбирается То есть этому учат, я вот к чему То есть этому учат в институте Больше того, этому даже учат в библиотеке Для того, чтобы освежить свои знания Наконец-то я нашел униформу для библиотекаря Перчатки, в которых надо трогать Редкие книги Бережно Бережно переворачивая страницы Какая книга действительно самая, самая, самая Такая вот книга, которой более 400 лет И обложка у нее сделана из пергамента Ты, надеюсь, знаешь, что такое пергамент? Да И написана она на латинском языке Вы когда-нибудь в жизни держали книжку, которой 4 столетия? Я никогда И вы знаете, это восхитительное чувство Про что книжка? В двух словах Так сказать, легкая аннотация Священописание историческое У этой книжки даже есть кожаные защелки А это какого? 1790-го года Книжка 1790-го года Здесь у этой книги хоть переплет и, скажем так, более современный Тем не менее, это еще один бесценный экспонат музея-библиотеки Потому что это самая первая книга, которая стоит У нее есть в фонде Да, у нее здесь есть инвентарный номер 1 И это не просто расписанная ручка Эта книга первой появилась в библиотеке И издана она в 41-м году, во время войны, друзья Очень круто Благодарю на этом Не желаю Я с мертвыми Я думал, сначала у меня проблемы Я с мертвыми возиться некогда С румянцем щеки Вот моя среда Покойникам меня уже не прельстишь И это Фаус Геотто, друзья Если не читали, почитайте Это лишь небольшая часть того, что я увидел своими глазами в библиотеке именно Владимира Маяковского О том, как устроено книга-хранилище Во что играют библиотекари в свободное время Какие плюсы есть у читального зала И реально ли там все разговаривают шепотом Смотрите в следующем выпуске программы Дело по плечу Библиотекарь Что скрыто от посетителей Дело по плечу